Очень, конечно, трудно объяснить, что это освобождение, когда у людей отобрали и жизнь привычную, и зарплаты, работу. Недавно я уже рассказывал вам про одного известного российского блогера-имперца Максима Калашникова, который съездил на Донбасс и ужаснулся от того, что с ним сделала Россия. Так вот, вышло продолжение. Максим Калашников выпустил следующий ролик, в котором показал адскую жизнь в городах Донбасса, которая настала там после прихода русского мира, а также признал, что при Украине местным жилось намного лучше. Как вы думаете, как местные жители, попавшие в условиях Кременовой, Рубежного, Толшковке, Севердонск, как они должны относиться к таким освободителям? Прямо сейчас подпишитесь на мой канал, если не подписаны до сих пор, оставьте лайк или комментарий к этому видео. Это поможет ему получить больше охват. Здесь поднимается очень важная тема и крайне важно, чтобы как можно больше людей это видело. Так вот, в своем репортаже Максим Калашников сравнивает территории Донбасса, которые до 2022 года были под контролем Украины, и территории Донбасса, которые были до 2022 года под контролем, ну, так называемых ЛДНР. И он открыто признает, что та территория Донбасса, которая была под контролем Украины, жила намного лучше, выглядит намного лучше. Там строились предприятия, там была работа, там происходило какое-то развитие. А та часть Донбасса, которая была под контролем, скажем так, русского мира, только ветшала, деградировала и приходила в упадок. Вот прямая речь. И вот мы въезжаем на территорию, которая еще в феврале, так сказать, ну, до начала весны 2022 года была Донбассом, но под контролем, собственно говоря, бандеровского режима. И что можно сразу сказать, что можно сразу отметить? Дороги улучшаются. Вот здесь была осуществлена некая такая операция, берлинская стена, которую вообще на самом деле должны были совершить мы. То есть показать, что вот на нашей территории жизнь намного лучше, чем у противника. Так вот, эту операцию, если ЛДНР, а ЛДНР даже местный звук Лимпопова, простите за такую подробность, за 8 лет вот этого непонятного, непризнанного существования там очень многое пришло в упадок. Вот на территории, которая была такой, оставшейся за Киевю территорией Донецкой, простите, Луганской областей, дороги очень-очень хорошие. Вот мы едем, вот через год полотно великолепное. А вот дороги в ЛДНР, они, конечно, убиты, очень убиты. Ты, так сказать, понятно, все время тебя ухабы, рыцарные объезжаешь. Я специально привожу такой длинный кусок, практически ничего не монтируя, чтобы там никто не сказал, что я что-то вырезал, нарезал, там подстроил и так далее. То есть вы все слышите сами. Российский блогер, патриот, имперец, который вообще-то был одним из идеологов этой войны, который считает, что Украину нужно уничтожить, что мы с вами не имеем права на свое государство, украинцы не должны жить там в своей отдельной стране. Так вот этот самый Максим Калашников признает, что вот оказывается те самые фашисты страшные, которые якобы там на словах притесняли Донбасс, там ущемляли как-то, на самом деле строили хорошие дороги, наладили какую-то достойную жизнь. То есть на той территории, которая была под контролем Украины, все было хорошо, никто не страдал. А вот та территория, которая была под контролем России, и там как раз была нищета, деградация, там уровень жизни был намного хуже, там людям жилось намного хуже, чем в так называемой фашистской Украине. Дальше там еще смешнее. Калашников признает прямым текстом, что российские военные, когда приходили на вот эту захваченную территорию Украины, они поражались тому, насколько там уровень жизни выше, насколько там больше порядка, насколько там все благоустроено, и даже в селах есть интернет. Вот на той территории, кто туда зашел, да, они были поражены, да, вот если в ЛДНР брошенных Москвой в непризнании, в некой, так сказать, между небом и землей, там приходилось выживать, то вот на той территории, в селах интернет, а вот у школ стоят такие фигурки детей, здесь дети могут приходить, церкви ухожены, а ухожены. То есть обидно. Вот это убирается у Берлинская стена, кажется, проводили с той стороны, а не с нашей. Согласитесь, это прекрасно. Годами российская пропаганда врала, что в Украине страшная нищета, Украина замерзает, разваливается, вымирает, просто ужас, что здесь творится, в отличие от классной, процветающей России, которая встает с колен и так далее. И вот, как только российские солдаты реально попали в Украину, оказалось-то, что все наоборот, как только россияне увидели все своими глазами, оказалось, что в этой якобы нищей, вымирающей Украине, наоборот, уровень жизни-то повыше, цивилизации больше, благоустроено все гораздо лучше. То есть жители Донбасса здесь не страдали в каких-то ужасных условиях, их никто не мучил, не притеснял, как утверждает российская пропаганда, а наоборот, им жилось здесь лучше. И российская армия принесла людям ни освобождение, ни процветание, как они утверждали это, а принесла только разруху, смерть и просто тотальное уничтожение всей жизни, которая была у людей. Вот мы добрались, конечно, до Кременной, город, конечно, как там люди живут, не понимаю, ни работы, ничего. Улицы запущены, ну это понятно, да, там нигде жилищно-коммунальных служб там фактически не работает. Вот эта пыль, она мне очень сильно врезалась в памяти. Вот эти вот погаши лица встреченных людей, там очень многие, там все в основном сидят, так сказать, по домам, детей не видно. Очень много велосипедов, потому что, в общем, на бензин-то денег нет у людей, двигаться ни на чем. Как хорошо стало после прихода освободителей. Работы нет, денег нет даже на бензин, из-за чего приходится ездить на велосипедах. Все разрушено, все разгромлено, запущено. Спасибо, Россия, хорошо помогли. Дальше было рубежное. Вот тоже небольшой город, который сильно-сильно пострадал при его, собственно говоря, в боях. Почти год назад, когда его занимали, освобождали. Ну, освобождали. От цивилизации, от людей, от здравого смысла. Это просто так освободили. Сейчас мы находимся в рубежном. Только что были в Кременной 15 минут назад. Нет воды, нет еды, нет электричества. Люди сидят по домам. То есть ощущение такое, как будто, когда первый раз прибываешь туда, что как будто людей нет. Состояние вот, домов это рубежное. В Кременной ситуации немногим лучше. Вот представьте, люди живут так второй год. Ну и что, что второй год так живут? Зато русский мир пришел. Не пойму, он что, не рад, что ли? Город, конечно, очень такой. Вот видно, запущены. Пыльные улицы. Такие вот люди с погашенными взорами, каким-то фатализмом. Вы понимаете, что очень, конечно, трудно объяснить, что это освобождение. Когда у людей отобрали и жизнь привычную, и зарплаты, работу. Вообще, какую-то перспективу. Да уж, действительно, трудно объяснить, что это такое освобождение. Разрушили целый город, сломали людям жизни, уничтожили дома. Что-то, говорит, люди не рады. Ждали, что придет большая Россия. Спасет. Научит как день. Покажет какое-то будущее. А нет никакого будущего. Пришли, так сказать, соответствующие кадры. Жизнь нищенская. Зарплата иной раз по 12-15 тысяч. Многие люди сказали, а что нам Российская Федерация принесла? И поэтому у противника есть такая пятая колонна в того, что, в общем-то, неудивительно, ребята. Неудивительно. Калашников прямо признает, что люди, которые даже раньше хорошо относились к России, после того, что Россия сделала с Донбассом, сделала с их городами, теперь уже хотят возвращения Украины. Калашников их называет пятой колонной. То есть, по его мнению, пятая колонна – это просто украинцы, которые живут в своей стране, которых захватили, у которых все разбомбили. И вот они такие неблагодарные, представляете, ждут возвращения Украины. Ну, точно какие-то фашисты. Люди, которые, в общем-то, неплохо относились к Российской Федерации, они резко отшатнулись. Что вы с нами делаете? Зачем вы нам разбили город? Почему? Вот глядя на эти остатки, ты понимаешь, что они чувствовали. Глядя на то, как люди живут сейчас, существуют. В той же Кременной ты тоже это осознаешь. Странно. А Путин говорит, что в Украине все счастливы и благодарны за то, что Россия бомбит их дома. И жители Донбасса благодарят Россию за то, что она стирает их регион с лица земли. Продолжая вот такую войну в таком духе, вы будете получать все увеличивающуюся ненависть на Украине. Даже людей, которые не были бандеровцами. И уничтожать, как предлагают некоторые носители такой идеологии, придется уничтожать миллионы людей. И ненависть будет все нарастать, нарастать и нарастать на самом деле. В общем, спустя полтора года войны российские патриоты стали что-то подозревать. До них стало понемногу доходить, что оказывается Россия вот таким варварским отношением к Украине, такими бомбардировками украинских городов, она не покоряет Украину, не возвращает ее под свой контроль, а наоборот теряет Украину и украинцев навсегда. Все нормальные люди, вот все люди, у которых интеллект выше, чем у швабры, они с самого начала говорили, что так и будет. Что нельзя в 21 веке так тупо идти войной, стирать целые города с лица земли. Это даст обратный эффект. Не получится восстановить какой-то контроль над Украиной, покорить украинцев. Наоборот, вы получите ненависть на поколение вперед. Вы получите пропасть. Все, Украина будет потеряна навсегда. Нормальные люди об этом предупреждали, но поскольку у этих всех российских патриотов интеллект ниже, чем у швабры, они не понимали этих очевидных вещей. И вот теперь они до них стали доходить, когда они увидели своими глазами, что происходит. Да только теперь уже поздно. Все, вы все провалили, Украину потеряли. Эту преступную, подлейшую войну вам никто никогда не забудет. И не простит, и отмываться от этого позора вы будете еще не одно поколение и какие-то десятилетия. Подписывайтесь на канал, друзья, и обязательно поделитесь этим видео. Вы видите, что здесь очень-очень важный материал, и важно, чтобы как можно больше людей видели эту правду о том, что сделала Россия с Донбассом.